Хороший мужик в России всегда был в дефиците. Считалось, что если муж не пьет, жену не бьет, да еще и деньги, какие-никакие, в семью приносит, это просто джекпот и предел мечтаний любой женщины. О том, что мужчин на всех желающих не хватает, даже пели песни и показывали в кино. Вспомните известную строчку о том, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят, а в советском фильме «Москва слезам не верит» дефицитных мужчин в клубе для знакомств вообще из-под полы раздавали. Мужчин не хватает! Ну, с мужчинами мы вам вряд ли поможем. Вы же сами знаете, на одного 40-летнего холостяка приходится 5 незамужних женщин. Ну хорошо, но надо что-то с этим делать, бороться как-то! Однако в нынешней России мужской пол истребляют планомерно и огромными темпами. Посылая на захватническую войну в Украину. Недавно число российских оккупантов, почивших в украинской земле, перевалило за 200 тысяч. Такую статистику приводит Генштаб ВСУ. Огромное, казалось бы, число. Но в России с такими потерями не считаются. Предпочитая замалчивать реальное количество погибших солдат и продолжая делать вид, что всё идёт по плану. В строгом соответствии с утверждённым планом. Тем временем растёт количество свежих могил на кладбищах по всей стране. Чтобы масштабы потерь не бросались в глаза, в некоторых регионах решили хоронить военнослужащих на разных участках. Могилы прямо у дороги вдоль трассы Абакан-Белый Яр практически в чистом поле появились свежие захоронения. Война, развязанная Путиным, усугубила и без того не лучшую демографическую ситуацию в России. Которая, как и другие страны, приходила в себя после потерь во Второй мировой. А потом переживала кризис 90-х. Шутки про дефицитных мужчин после года войны в Украине уже перестали быть смешными. Россия без мужчин – футуристическая страшилка или вполне реальное будущее? Прошу вас отнестись к этому с пониманием. На самом деле, естественная убыль населения в России – явление не новое. Можно говорить о том, что демографический кризис, что называется, бушует в полном объеме в России уже довольно давно. Значит, причем, ну, по крайней мере, с 90-х. Есть такой термин, да, такой, он отчасти пиаровский, но связан с демократией, демографией. Называется он «Русский крест». Это когда, значит, график роста смертности, скажем так, склеснулся с графиком снижения рождаемости, и в результате вот так вот крестообразно смертность пошла вверх, а рождаемость, соответственно, вниз. И вот этот, собственно, крест, русский крест, они так его называют в России, он характеризует естественный убыль населения. То есть в результате этого процесса в России естественный убыль населения идет. Значит, был такой период небольшой в сытые 90-е, на нулевые, вернее, годы, когда были бы высокие цены на нефть, и войн там не было особо. И, в общем, как-то ситуация стабилизировалась, и вроде бы вот эта как бы тенденция к естественной убыли населения, она вроде бы пошла вспять, и даже какой-то маленький прирост начался. Но тут Путин начал устраивать вот этот кризис, войну с Украиной, в результате был обвал рынка и так далее, и так далее в 2014-м. И тенденция эта быстро опять, значит, это прекратилась тенденция, возобновилась тенденция к естественной убыль населения, то есть к смертности, которая превышает рождание. И теперь, сейчас, в условиях войны это еще более заметно, но по последним исследованиям резко за последний год выросла смертность как раз среди мужского работоспособного населения, преимущественно среднего возраста, отчасти молодых даже людей, может быть, в меньшей степени. Вот это связано, безусловно, прежде всего с войной. Встрече с войной жертвы большие, значит, гибнут российские солдаты, это мужчины действительно среднего возраста преимущественно, потому что все-таки срочников мало еще берут, в армию-то берут, а на фронт посылают мало. Была вначале такая тенденция. А сейчас там в основном богомобилизованные контрактники, это люди в основном средних лет. И, собственно, тенденция будет продолжать нарастать. Мужчины в России вообще умирают слишком рано. Еще до войны страна занимала первое место в Европе по смертности трудоспособного мужского населения. И только чуть больше половины от всех мужчин доживают до возраста 65 лет. Это статистика за 2018 год, на секундочку. 70% преждевременных смертей были связаны с барабанной дробь чрезмерным потреблением алкоголя. Так это же полтора литра спирта. Ну, еще вином как бы догналися. Теперь российский диктатор отправляет собственных граждан на тот свет еще быстрее. И это при том, что сам Путин на протяжении многих лет обещал разрулить демографический кризис. Это выступление российского президента трехлетней давности. Дабы повысить уровень рождаемости, глава государства заявляет о повышении выплат на второго ребенка в семье. Наша историческая обязанность ответить на этот вызов. Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый, естественный рост численности населения страны. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Но обещанных выплат многие матери так и не увидели. Скачка рождаемости тоже не произошло. Дело в том, что Путин много обещал населению, когда пришел к власти. И, в общем-то, все его проекты провалились. Почему? В том числе и очень много разговоров было о демографике. О том, он об этом сто раз говорил. Что наша задача – это сбережение населения. Сбережение населения – это термин, который сочинил, придумал сочетание слов «Солженицын». И он его повторял много раз, Путин, потом на «Солженицын» вслед. В результате у него с этим ничего не получилось. Как ничего не получилось с тем, чтобы стать четвертой экономикой мира или даже догнать по доходу на душу населения Португалии, какие только цели они ставились. И, видимо, в результате полного краха на всех фронтах Путин решил, что если ему не удается войти в историю, как в качестве правителя, который восстановил, например, естественный прирост населения или поднял экономику, то тогда надо попытаться войти в историю как в качестве некого такого наполеончика-завоевателя, который восстановил Российскую империю. Так что, может быть, это и так, но тем не менее мы видим, что с демографией с войной Путина тоже ничего не получается, но и с демографией у него не получается еще раньше. На фоне войны в Украине уровень нерождаемости в России упал до 20-летнего минимума, а в ближайшие годы, согласно прогнозам, может опуститься на дно, к цифрам времен Второй мировой. По данным Росстата, в прошлом году в РФ родилось почти на 80 тысяч меньше детей, чем в 2021-м. При этом относительно уровень рождаемости 9 детей на 100 тысяч населения стал минимальным с 2001 года. Низкая рождаемость в отдельных регионах сильно раздосадовала Путина. Смоленская область, Ленинградская область, Рязанская область, Пензенская область, Республика Мордовия. Нужно посмотреть, что там, почему там уровень рождаемости ниже, чем в целом по стране. В соседние регионы там более-менее прилично, а в этих почему-то сбои. Правитель, озабоченный уровнем рождаемости, поручил местным властям срочно исправлять ситуацию. Я понимаю, что это сложная работа, надо хорошо подготовиться. Ну, примерно, как вы думаете, когда мы можем это обсудить? Я думаю, что март месяц, Владимир Владимирович. Ну, долговато как-то, а? И все-таки какой цинизм? Сетовать на низкую рождаемость, одновременно отправляя сотни тысяч российских мужей на убой. Кажется, Путин негласно повторяет фразу, якобы сказанную маршалом Жуковым, о том, что бабы еще нарожают. Что тогда, что сейчас Кремль видит в россиянках главным образом инкубатор для новых поколений рабочих и солдат. Но от кого же должны рожать российские женщины, если количество потенциальных отцов сокращается на глаза? И как можно планировать семью, когда ни у кого в стране нет уверенности в завтрашнем дне? Естественно, что тенденция, которая вот уже давно идет, она ведет к тому, что к депопуляции России, к депопуляции российского населения. Значит, это довольно опасная тенденция. Фактически, что делает власть? Они замещают местное автохтонное аборигенное население трудовыми мигрантами, потому что не хватает рук и не хватает населения, количество жителей в стране падает. Это, видимо, им тоже не очень просто приятно. Поэтому сейчас в массовом порядке выдают гражданство трудовые мигранты, в основном из Средней Азии. Пытаются использовать их в качестве пушного мяса. Значит, выдают им, что называется, месяц паспортом, еще и автомат. Я думаю, что вскоре они уже будут соображать, что это опасно. Дары донайцев, это российское гражданство, что за этим следует того, что тебя могут забрать на войну. Будут меньше к этому стремиться. Но я могу вам сказать, что действительно последствия есть, и они долгосрочные, но сейчас у России гораздо худшие перспективы по другим позициям. То есть это, собственно, демография, это еще, во-первых, вещь медленная, и ударит она не скоро и не сразу. А другие есть вещи, которые могут свидетельствовать о том, что не только путинский режим, что называется, слава богу, падет. Но и вообще перспективы существования государства Российской Федерации, по крайней мере, в его границах даже до 2014 года, начинают казаться весьма сомнительными. Потому что в России всегда вслед за военным поражением, вслед за политическим острым кризисом шли сладкая, знаете, термин тоже из истории, русская смута. Вот мы видим сейчас приближение этой русской смуты, которая может привести к черной чему, вплоть до гражданской войны, там развал полному и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что скоро россиянам будет не до демографии. Особенно тревожная ситуация сложилась в национальных республиках. Мужчин оттуда забирают на войну в огромных количествах, непропорционально численности населения этих регионов. Например, в Бурятии только за первые трое суток после того, как Путин объявил мобилизацию, повестки получили более 7 тысяч мужчин. Республика стала рекордсменом по числу убитых в Украине. Похоронки приходят непрерывно. Видишь, сколько здесь у тебя друзей-то лежит? Ну, тут мне скучно. Ну, общаюсь и в сетях, и очно на всех конференциях с представителями разных народов России, скажем так, народов колонизованных России, в том числе и с бурятами, с тувинцами, и с фондом Свободной Бурятии, Свободной Тува и так далее. Они бьют, что называется, в набат, потому что действительно народы не очень многочисленные. И потери, особенно у бурят, огромные в процентном отношении. Более того, у бурят четкое ощущение, что и по мобилизации просто выбирает именно людей с бурятской национальности и гонит на убой, потому что в Бурятии много другого населения, но вот именно бурят гонят на убой, там огромные проценты, в общем-то, бурятские активисты бьют в набат, что называется. В Дагестане тоже высокие потери, но там выше, во-первых, рождаемость, ну и так далее. То есть это как бы тоже трагедия, но она не на угрозу исчезновения или угрозы депопуляции-то нет. А вот и в Бурятии есть, в Туве тоже отчасти есть. Значит, вот эти две республики, по-моему, наиболее опасная ситуация. Вот, и, конечно же, да, чем многие народы, они не только как бы принадлежащие России, скажем так, входящие в состав, вынужденно входящие в состав нынешней Российской империи, они ассимилируются, они исчезают, ускоренными темпами, потому что в республиках, особенно в последние годы, национальный язык в загоне, в страшном, то есть люди, например, известные муртские активисты, ученые, недавно, несколько лет назад, покончил самосожжение в знак протеста против дискриминации адмуртского языка. И понятно, что и в Адмуртии, и в других многих, в других республиках, мы наблюдаем сокращение населения коренного из года в год буквально, даже не только за счет падения рождаемости, сколько за счет ассимиляции. И эта политика ассимиляторская, она велась еще в Российской империи в 18-19 веке, и сейчас она продолжается удвоенными темпами. В 2022 году из России, спасаясь от войны и мобилизации, выехало более миллиона человек. Это в том числе молодые, хорошо образованные люди из передовых отраслей. Владельцы малого и среднего бизнеса транзитом через Грузию или Казахстан улетели в далекие края, подарив заморским экономикам мозги, потенциал и рабочую силу. Вероятность возвращения этих людей на родину очень мала. И это также огромная потеря для российской демографии. Действительно, колония россиян и мигрантов во всех странах, и как ближнего зарубежья, так и дальнего, увеличилась. Я вот тоже, я живу в Берлине, русской речи стало намного больше. И видно, что появляются типажи, которых здесь раньше не было. То есть всякие хипцерского вида, компания, ребят явно из Москвы или из Питера. Здесь они были только в качестве туристов, а тут видно, что люди уже там с собаками, не совсем, то есть уже собираются здесь прижиться. Ну что, в России уже много раз будет такое. Была волна мощной эмиграции после Октябрьского переворота 1917 года, Гражданской войны, когда уехало тоже множество людей, в том числе мужчин, в том числе не все, конечно, но и много было людей талантливых, много было ученых, писателей и так далее. Конечно, страна от этого страдает, от того, что активные, умные, молодые люди уезжают из нее. Это Дания лишает страну будущего. То есть страна, выдавливая своей безумной политикой этих людей за границу, она лишает сама себя будущего руководства страны. Но, как я уже сказал, сейчас мне, что называется, не до жира быть бы живой. То есть понятно, что айтишники уезжают, и айти-отрасль в России очень сильно просела в прошлом году. Это, в общем-то, стержит развитие экономики будущего. Но сейчас уже даже не до этого. Я говорю, что ситуация может быть гораздо хуже в ближайшее время. Вплоть до какого-то внутреннего такого бартака и взрыва, которого не было в России с времен гражданской войны начала 20 века. Все эти факторы приводят к тому, что число работоспособного населения в России катастрофически падает. Так вскоре экономика страны станет испытывать дефицит рабочей силы. В некоторых сферах мужчин на местах заменят женщины. На арену вновь выходит та самая русская баба, которая в горящую избу войдет и коня на скаку остановит. Ну, в общем-то, мы это все наблюдали после окончания Второй мировой войны, когда действительно женщины были вынуждены еще во время войны заниматься и после нее тоже чистой той работой, которая считалась мужской. Надо сказать, это даже отчасти было после гражданской. То есть не феминизация, а страны, этот термин здесь не подходит. А, скажем так, и не эмансипация ни в коем случае не подходит термин. Просто в силу того, что резко ухудшились жизненные обстоятельства, условия фактически, многие в городах, по крайней мере, но если женщины среднего класса же не работали в основном до 17-го года. Не все, конечно, и до среднего класса. А после 17-го вынуждены были работать, ну, все практически. И, да, так что этот же процесс произошел, и я думаю, что может он будет усиливаться, хотя я не думаю, что очень сильно. Почему? Потому что, как я уже сказал, и уезжает не только мужчина, но и женщина. То есть я не думаю, что будет какой-то гендерный дисбаланс. Гендерный дисбаланс может быть только если будет война, когда будут таких масштабов, что миллионы мужчин фертильного возраста умрут, погибнут. Но я все-таки надеюсь, что, может быть, до этого, может быть, и надеюсь, что до этого не дойдет. А пока Российская Федерация переживает тяжелейший за последние 20 лет демографический кризис, российские генетики на полном серьезе обсуждают возможность продолжения женщинами рода без участия мужчин. Что ж, пока кремлевский диктатор упивается истреблением российского генофонда, то вся надежда граждан только на науку.